Всем огромный привет! Рада, что вы зашли ко мне на канал. Ну что, самое время подвести итоги ноября. Покажу, чем пользовалась. Как всегда, все ссылочки, названия ароматов пропишу в описании под видео. Ну, а мы давайте будем начинать. Первый аромат, которым я пользовалась дома, это, в принципе, моя новинка. Он у меня появился в ноябре. Аромат от бренда Art & Nose, композиция номер один. Очень бюджетный аромат. Здесь огромный объем, 90 мл. Сама по себе композиция приятная, но не самая моя любимая из этой линейки. Но, тем не менее, дома я им пользовалась. Аромат не очень стойкий, скажу сразу. Примерно где-то полтора-два часа максимум. Потом уже, конечно, хочется его обновить. Для меня это какие-то фруктовые леденцы, какие-то карамельки, такие непереслащенные. Все это, конечно, сочетается с мягкой ванилью. Плюс я здесь слышу какие-то зеленые, такие травные, горьковатые, терпкие аспекты. То есть, как будто бы какая-то свежескошенная трава, но которая немножечко подсохла на солнце. Приятнейшая такая композиция. Наверное, по большей степени весенне-летняя, либо же домашняя. Поэтому я им дома пользовалась, но, наверное, сейчас уже отставлю. Дальше покажу вам два аромата из бутиковой линейки Trussardi, которыми пользовалась. Один из них это District of Nola. Очень красивый, конечно, аромат в невероятно красивом флаконе, невероятно красивого цвета. Просто здесь все карты сошлись, и само звучание, и оформление флакона мне безумно нравится. Я не буду на нем останавливаться, потому что, в принципе, буквально в прошлом видео я его показывала. Именно в итоговом видео ароматов за осень. Там я вам показывала фавориты, которые у меня были этой осенью. Ну и, собственно, не буду сейчас на нем останавливаться. Это аромат для тех, кто любит ирис парфюмерии, потому что ирис здесь невероятно красивый. И второй аромат из этой линейки, которым я, кстати, воспользовалась буквально один раз, это аромат Spiga. Тоже его люблю. Заказывала, в принципе, его я летом, по-моему. Летом тоже пользовалась, мне он нравился. Но и в том числе он на осень идеально подходит, потому что в нем вот эти медовые согревающие ноты присутствуют. Поэтому аромат как-то согревает, так обволакивает. Вообще для меня это, ну, как будто бы желтые медовые яблоки с каким-то таким кремово-уходовым нюансом. Даже как будто бы какое-то миндальное молочко в аромате прослеживается. Очень красивый, тоже часто на канале его показывала, описывала. Вот буквально один раз воспользовалась в ноябре, как-то мне его захотелось. Вот, кстати, еще один аромат, который попал в фавориты этой осени. Moschino Toy 2 Bubble Gum. Да, просто прелесть прелестный, настолько он позитивный, сочный, ни к чему не обязывающий, непринужденный такой аромат, когда просто хочется чего-то вкусного, беззаботного и то, что поднимет настроение. Он не приторный, он не душащий, поэтому я им могу пользоваться хоть каждый день. Мне кажется, он для меня будет вне сезона. Действительно, на старте слышится в нем жевательная резинка, потом это все уходит в розу. В такую акварельную, свежую, нежную, лично для меня, розочку. Но эта роза не банальная, такая цветочная. А вот для меня она как будто бы какая-то мармеладно-жевательная. Вот что-то такое. Прекрасный аромат, очень мне нравится. Напишите, кто также любит Moschino Toy 2 Bubble Gum. Аромат, которым я пользуюсь дома, это Larive Hello Beauty. Как вы уже могли догадаться, собственно, это аналог на Givenchy Angel или Demon версии Le Secret. Я люблю очень оригинал и люблю, в принципе, версию Larive. Она действительно приближена к оригиналу. Но понятное дело, что данный аромат уступает оригиналу в плане технических характеристик, в плане, возможно, какого-то более многогранного, дорогого звучания, потому что компоненты здесь, соответственно, более бюджетные по стоимости. Но, тем не менее, я считаю, что это очень-очень достойно. У аромата красивая чистая база, нет никаких неприятных, отталкивающих грязных нот, поэтому я очень довольна. Дома им пользуюсь. Ой, ну это прекрасный такой аромат на тему черного чая с долькой лимона, с каким-то аспектом свежести и кислинки клюквы, плюс, конечно же, немного ванили, древесные ноты, нежные цветы. Мне очень нравится эта композиция. Он такой, знаете, он такой повседневный, ни к чему не обязывающий, опять же, да. Я не могу назвать его торжественным, я не могу назвать его праздничным. Просто это такая красивая, спокойная, повседневная история. Но я им пользуюсь дома. Мне очень нравится он в качестве домашнего аромата, потому что у меня есть оригинал, которым я в основном пользуюсь в теплое время года. Это весна, это лето. А на замену, как раз-таки на осень-зиму, мне приходит Hello Beauty. Потому что его не жалко, стоил он на тот момент недорого. Сейчас, по-моему, вообще он снял с производства. Но, тем не менее. Осталось у меня, кстати, его здесь не так уж и много, с учетом того, что флакончик сколько, объем здесь какой. Целая сотка, целая сотка. Я думала, что, кстати, 90 миллилитров, но нет, целая сотка. В общем, прекрасный аромат, дома люблю пользоваться. Дальше покажу вам арабчика от бренда Latafa. Это Анна Абие, версия Пудре. В общем-то, данный аромат я поносила, честно говоря, всего один раз в ноябре. И меня он поддушил. Мне в нем было достаточно сложно. Хотелось побыстрее как-то смыть аромат, снять одежду, на которую я нанесла данный парфюм. Я не знаю, в чем дело. Возможно, я сделала слишком много распыления. Я не рассчитала дозировку, поэтому он меня как-то придушил. Я им, причем, пользовалась не дома, не в замкнутом пространстве. Я его именно выгуливала на улицу, заходила куда-то в торговый центр. То есть, именно такое обширное помещение, не какое-то замкнутое пространство, где меня бы мог поддушить аромат, а именно на открытый воздух. Он меня в машине поддушил. Но в машине, понятное дело, все-таки места мало, поэтому как-то аромат плотно так сидел там. И вот немножечко как будто бы даже начала поднывать голова от него. В общем, я хочу еще его поносить, потому что сама композиция мне нравится. Он согревающий, он теплый, он очень уютный. И я в следующий раз просто буду наносить меньше распыления, дабы, чтобы себя не задушить. Это приятная такая для меня пудровая история, как будто бы пудра из косметички с небольшим таким ретро-намеком. Это какая-то такая кремово-ванильная ноточка. Очень уютный, согревающий, обволакивающий, добрый аромат. Вообще он не звучит в духе арабской парфюмерии. Это что-то более такое европезированное, понятное. Если вы любите пудровые, ванильные, такие немножечко кремовые ароматы, то присмотритесь. Очень приятный и интересно звучит. Стойкость, кстати, средняя, несмотря на то, что он меня поддушил немножечко. Но при этом я не скажу, что он долго на мне как-то сидел. На одежде, конечно, подольше сохраняется, но на коже порядка 3,5-4 часов. Вот примерно где-то так. В общем, нужно еще ему дать шанс, потому что, соответственно, конечно же, я не планирую избавляться от данного аромата. Мне он нравится. Просто нужно в следующий раз нанести меньше распыления, и я думаю, все будет отлично. Кстати, когда я его носила, немножечко, да, мне он напоминал чем-то Atar Collection Arige. Они в одном направлении-то 100%, именно таких пушистых, каких-то пудровых композиций. Но все-таки Atar Collection Arige, там пудра из косметички, она более такой современной отдушки. А вот здесь мне немножечко такая отдушка, вот эта пудра из косметички, как будто бы уходит в ретро-звучание. Это не звучит как-то плохо, это не звучит как аромат для бабушки, для какой-то пожилой женщины. Нет, ни в коем случае. Это звучит достаточно интересно и приятно. Но при этом вот у меня такие ассоциации присутствуют. Это только у меня. Конечно, еще есть люди, которые говорят о том, что тоже слышат здесь какой-то ретро-намек, но и есть те люди, которые говорят, что это достаточно такое современное звучание пудры. Поэтому присмотреться можно. На рандеву, по-моему, представлен данный аромат. И можно заказать и промник полтора миллилитра, и объем побольше, там 8 миллилитров есть. Поэтому предварительно лучше, конечно, его протестировать. Не покупай сразу полноразмерный объем, но познакомиться однозначно стоит, если, повторюсь, вы любите такие пудрово-ванильные, немножечко кремовые ароматы. Прекрасный. Еще один аромат, которым я тоже достаточно часто пользовалась этой осенью, а именно в ноябре, это Аквалина Пинк Шуга. Бюджетный, интересный, достойный аромат. Тоже он попал в подборку, в принципе, фаворитов этой осени, поэтому не буду на нем останавливаться. Если любите сладкие сахарные ароматы на тему сладкой воздушной сахарной ваты, на тему жёного сахара, конечно же, ванили, каких-то мягких таких пряных нот, то можно присмотреться к Пинк Шуга от бренда Аквалина. Очень приятный, интересный, я его люблю. Моя новинка, аромат, который появился в ноябре, достаточно бюджетный тоже, аромат Селебрити от Шакиры. Это классический Дэнс. Прекрасная такая композиция. Мне очень, кстати, нравится аромат от бренда Шакира. Неплохо они так сделаны. Данный аромат фруктовый, цветочный, сладкий, ванильный. Здесь даже есть крамельные ноты. Не скажу, что я отчётливо слышу крамельность, но он сладкий. Он достаточно сладкий, но в меру при этом, при всём. Очень приятный. Даже есть какой-то в нём намёк на сексуальность, чего-то такого. В принципе, у меня также есть подробное описание, есть отдельное видео про мои бюджетные новинки. Я там про аромат Дэнс рассказывала. С удовольствием пользовалась в ноябре. Он как раз-таки подходит на прохладное время года, потому что всё-таки сладость в нём присутствует. Не скажу, опять же, что слышу отчётливо какие-то карамельные ноты, хотя карамель в Промиде есть, но при этом, да, какая-то такая липковатая, сладкая ванильная нота в нём присутствует. Мне он очень понравился. Ещё один бюджетный представитель и тоже моя новинка, и тоже, в принципе, в отдельном видео я про него рассказывала. Это аромат от бренда Жан-Ортес под названием Романтик. Здесь целая сотка, огромный такой объём. Аромат в направлении Джорджо Армани Си. То есть, если вы любите Джорджо Армани Си, вот что-то в таком направлении можно присмотреться. Это не один в один. Есть отличия. Этот аромат звучит мягче, чем Си. В нём меньше вот этих колких, свежих, зелёных, почулевых нот. Я практически в этом аромате не слышу почули. Да, я слышу какую-то свежую зелёную ноту, но это по большей степени, скорее всего, идёт за счёт листьев чёрной смородины. Я слышу в нём розу, я слышу в нём какие-то сладкие, ванильные ноты. Я бы сказала, что роза здесь такая вареньево-мармеладная. Да, вот как будто бы именно такое розовое варенье, присыпанное небольшим количеством почулей, ванилью, древесными нотами. И всё это обрамляется, оттеняется свежестью листьев чёрной смородины. Прекрасный аромат. Уже им пользовалась с удовольствием в ноябре. Стойкость, конечно, не такая, как у Си. Само собой, это довольно бюджетный аромат. Можно абсолютно недорого целую сотку урвать. Ну, примерно где-то три-три с половиной часа он на мне стабильно сидел. Потом уже, конечно, хочется обновить. Но я, в принципе, считаю, что для такого бюджетного аромата стойкость три часа неплохая. Понятное дело, что придётся с собой в сумочке носить какой-то атомайзер, чтобы обновлять аромат в течение дня. Но если вас это не останавливает, не пугает, то, в принципе, можно так делать. Лично я, конечно, не очень люблю с собой отливанты носить в сумочке. Я делаю это очень-очень редко. Поэтому, в основном, вот такие нестойкие бюджетные ароматы я ношу дома. Романтик я тоже использовала в качестве домашнего аромата. Мне прям-таки нравилось его нанести на ночь. Несмотря на то, что он сладкий, в какой-то мере такой вареньево-липкий, ванильный, но при этом меня он не душил. Я делала буквально там три-четыре распыления, и, в принципе, мне было комфортно в нём. Поэтому меня он не поддушивал. Тоже им пользовалась, достаточно неплохо сносила, с учётом того, что здесь целая сотка. Кстати, в этом месяце у меня было не так много ароматов, как бывает обычно. Вы сейчас это увидите, поймёте. По крайней мере, те, кто смотрит постоянно данную рубрику, вот именно в качестве такого небольшого сравнения с предыдущими, допустим, моими месяцами, в этот раз я не так уж и много чем пользовалась. Наверное, по большей степени я уделила внимание каким-то отдельным композициям. Например, Дистриктов Нолатру в Сарде носила часто, Маскина Той 2 Баблгам носила часто, Аквалина Пинкшуга, то есть это вот такие были определённые фавориты, а другие ароматы, конечно, я носила чуть меньше. Также, что касаемо домашних ароматов, я очень люблю пользоваться вот таким мистом для тела дома. Это Спорт Релаксинг Мист. Данный мист я покупала в магазине Литуаль за какие-то сущие копейки, там что-то рублей 90, наверное, мне он вышел. Но, в принципе, он достаточно неплохо звучит. Не скажу, что это, конечно, какой-то сложный аромат, который можно пользоваться в качестве аромата на каждый день, куда-то на работу, в офис. Нет, по большей степени действительно это мист для тела, для занятия спортом, просто чтобы дома на себя нанести, как-то освежиться после душа. Вот это такая штука. Он приятный, он лёгкий, он свежий, пудровый аромат, немного пряности даже, как будто какой-то есть для пикантности. В общем-то, мне нравится. Для дома за 90 рублей вот иметь в коллекции такой мист, почему бы нет? Я люблю дома тоже пользоваться различными ароматами, в основном, конечно, это бюджетные ароматы, поэтому для дома мне самое то. Ещё один аромат, которым я очень люблю пользоваться дома, и, в принципе, кто смотрит постоянно мою рубрику ароматов за месяц, вы частенько на канале видите у меня данный аромат. Гаден Пати от Ивроше. Люблю эту композицию, очень мне он нравится. Это такая мятная, акварельная, свежая, влажная, полупрозрачная розочка. Роза, которая даже немножечко мне даёт аспект леденцовости. То есть роза здесь, она не звучит как типично такая цветочная роза, такая пушистая какая-то. Нет, она достаточно влажная, акварельная, мягкая, наверное, за счёт мяты, может быть, да, но при этом в аромате присутствует мягчайшая сладость, которая не душит. Летом и весной тёплый я его, в принципе, ношу на выход, на улицу, а уже осенью и зимой я им пользуюсь дома. Стойкость у него неплохая, несмотря на то, романтики очень-очень ругают эту композицию, говорят о том, что это буквально 15 минут. Я не знаю, но мне лично аромат держится примерно 5-6 часов. Да, возможно, где-то ближе к 5-6 часам он сидит всё-таки близко к коже, он не шлифит, и, возможно, человек со стороны от меня и не услышит вовсе аромат, но всё-таки меня радует тот факт, что я сама лично на себе его слышу, поэтому мне он нравится. Очень люблю и рада, что мне он достался бесплатно, то есть в качестве подарка за заказ, поэтому я думаю, впоследствии обязательно буду его даже повторять. От соточки так уже неплохо выпила, с учётом моей коллекции, да и, в принципе, рука к нему тянется, очень мне нравится эта композиция. Дальше покажу вам прекрасную гурманику от бренда Мансера, это Чоку Вайлет, тоже горячо мною любимый аромат. К сожалению, в ноябре я им пользовалась не часто, буквально пару раз его поносила, но в дальнейшем я думаю, что буду им с удовольствием пользоваться, сейчас пока его отставила, потому что на смену поставила другие ароматы Мансера. Я, кстати, себе уже полочку в парфюмерном шкафу поменяла, и этими ароматами я планирую пользоваться полтора месяца, то есть где-то примерно наверное в середине января я немножечко эту полку вида изменю. Но я сниму отдельное видео, какие ароматы я себе выбрала на эти ближайшие получается месяц декабрь и половина января. Там получилось у меня примерно где-то 40 флаконов, не стала я делать огромную подборку, потому что я поняла, что когда открываю парфюмерный шкаф, я просто теряюсь, просто разбегаются глаза, я не знаю, что выбрать, поэтому мне кажется, чем меньше флаконов, тем даже как-то лучше и эффективнее. Поэтому покажу вам потом в будущем, что я там себе выбрала. По поводу аромата Чоку Валет, ну для меня это очень-очень приятно и интересная, конечно же, гурманика. Этот аромат я очень люблю. Он пудровый, он шоколадный, он ореховый, он ванильный, плюс на старте есть сладкие цитрусы. Но эти цитрусы, они, конечно, не главенствующие в этом аромате, они просто на старте немножечко ручкой помахали и потом убежали. Но я цитрусы сладкие тоже в аромате слышу, наряду с тем, что он пудровый. Пудровость идет за счет фиалки. Фиалка здесь такая объемная, нежная при этом, при всем. Конечно же, это подтон и подтекст горького шоколада с кусочками фундука. Фундук, причем, я здесь слышу, как будто бы это именно немножечко такой обжаренный фундук, дробленый. Плюс это все сочетается с красивой ванилью, мягкий, деликатный мускус. Прекрасный, интересный, согревающий аромат на холодное время года. Если вы, в принципе, любите фиалку в парфюмерии, а представьте, к этой фиалке еще добавить шоколад, добавить орехи, добавить ваниль. То есть, это получается такая шоколадно-ореховая ванильная фиалка. Очень красивый, люблю его. А вот следующий аромат, это, конечно, абсолютная противоположность. Это совсем другое настроение, это совсем другой, даже какой-то стиль, можно так сказать, в одежде. Это аромат от Бербери под названием Ай Бербери, у меня версия туалетной воды. Парфюмерная вода, по-моему, немножечко иначе звучит, она потяжелее. Кстати, я ее не пробовала, но по отзывам читала, что, соответственно, парфюмерная вода, она более-более тяжелая. Это цветочная нежная классика, в нем и свежесть есть, в нем и зеленые ноты присутствуют, и красивые нежные цветы. Я очень люблю данный аромат, тоже он попал в подборку, в принципе, фаворитов моей осени. Я про него там подробно рассказывала, поэтому не будем сейчас останавливаться на Май Бербере. Почему-то он у меня ассоциируется с осенью. С осенью, когда носим пальто и тренч, и именно только осенью, и, скорее всего, весной. Да, еще весной я его вижу. Вот только в эти сезоны я могу его носить, а зимой и летом, конечно, мне его уже не хочется. Поэтому сейчас я его отставила уже до прохладной весны. Дальше. Следующий аромат тоже был у меня в подборке фаворитов этой осени. Это Dolce & Gabbana The Only One Two. Не буду на нем останавливаться. Аромат для тех, кто любит розу в парфюмерии, кто любит кофе. Здесь роза такая помадно-кофейная, ванильная. Плюс на старте есть ягоды, которые разбавляют эту композицию, немножечко ей придают свежести. Здесь есть и ежевика, и красные ягоды. По-моему, клюква заявлена. И действительно, да, на старте вот эти ягодки, они ощущаются. Такие свежие, сочные, ягодные акценты. Плюс это, конечно, бобы тонка, это ваниль. Все очень красиво, густо, согревающе. В какой-то мере аромат такой вечерний, глубокий, томный. Именно таким я могу его назвать. Если предыдущий аромат, допустим, My Burberry, я не могу назвать вечерним, глубоким, томным, то вот про этот я, так сказать, вполне себе могу. Люблю его, плюс у меня запасной флакончик есть. Я вам уже об этом говорила, поэтому стараюсь им пользоваться почаще. Еще один аромат, который я тоже очень-очень люблю, это Zodik & Voltaire, Vises Love. Красивый, теплый, переливчатый, парфюм позитивный в какой-то мере. Мне кажется, даже вполне себе я его вижу и могу представить в качестве аромата в новогоднюю ночь, либо в новогодние праздники, потому что что-то в нем есть такое доброе, позитивное. Переливчатая, искристая. Пирамида очень скромная, в принципе, я неоднократно также на канале про него рассказывала, но я считаю, что он звучит более богато. Более у него обширные пирамиды нужно будет посмотреть на официальном сайте Zodik & Voltaire. Мне кажется, там пирамида немного иная, нежели чем на фрагрантике, потому что на фрагрантике заявлено всего три ноты, это ваниль, имбирь и фиалка. Все эти три ноты, да, в нем слышатся, но все-таки мне кажется, есть что-то в нем фруктовое. Что-то фруктовое, либо немного-немного ягодное, такое абстрактно-ягодное. Прекрасный аромат, пудровый, ванильный, немножечко пикантный и шершавый за счет того, что есть имбирь. Я его люблю. И, наверное, я его добавлю в подборку, когда буду снимать видео ароматы для Нового Года, я его, наверное, в эту подборочку включу и добавлю, потому что, в принципе, вполне себе я бы могла его представить. И я бы могла сама лично им воспользоваться в новогоднюю ночь, если бы не другой аромат, который в эту новогоднюю ночь я буду наносить. Я уже знаю конкретно, что я хочу на себя нанести. Этот аромат ко мне идет, заказала на рандеву, поэтому скоро будет распаковка, и я вам там его покажу и про него расскажу. Влюбилась буквально с первого вдоха, и буквально с первого вдоха я поняла, что вот он, аромат, который я на себя нанесу в новогоднюю ночь. В общем, потом в будущем расскажу. Но этот, в принципе, повторюсь, я бы могла тоже представить именно на себе. Аромат, который, можно сказать, является клоном, аналогом Бакары, это Андриана Демиани Фиори Вивидо Росо. Такое у него интересное название. У меня флакон без крышки, потому что тестер очень-очень бюджетный аромат. Там что-то рублей 500 он стоит, объем здесь 50 миллилитров. Тоже у меня на канале есть отдельное видео, где я вам показывала все мои бюджетные новинки. Там их было, по-моему, 6 или 5. Поэтому оставлю ссылочку, в принципе, в описании под видео. Если вдруг не видели, но интересно, можете пройти посмотреть. Это действительно похоже очень на аромат Бакара 540. Очень-очень похоже. Приятный аромат, причем я здесь не слышу каких-то отталкивающих для себя нот. Никакой медицины, никаких йодистых нот, ничего такого. Слышу в нем жженый сахар, петушки на палочке, шафран, слышу ваниль. Очень красивый аромат, мне он нравится. В принципе, для дома самое то. Но и на выход тоже его можно куда-то носить, потому что звучит он недешево, звучит он довольно-таки достойно, но при этом узнаваемо. При этом узнаваемо. Стойкость у него примерно где-то 2,5-3 часа. Ну и с учетом того, что он очень бюджетный, поэтому стойкости какой-то больше от него я не ждала. Дальше мое согревающее уютное облачко. Это аромат Mon Blanc Signature. Тоже в ноябре им несколько раз попользовалась. Ну что тут сказать, я тоже люблю данный аромат, я считаю его достаточно интересным. Именно интересным в плане и в таком направлении гурманских, сливочных, йогуртовых, пушистых, ванильных композиций. Это кремово, это воздушно, это действительно как будто бы какой-то йогурт с кусочками клементина, потому что на старте здесь есть сладкий цитрус в виде клементина, который в свою очередь чем-то мне напоминает сладкие мандарины, но здесь именно клементин заявлен. И вот действительно на старте есть что-то такое сочно-сладковато-цитрусовое, что разбавляет вот эту всю композицию, вот эту воздушность, вот эту лактонность, вот эту кремовость, сливочность и некую йогуртовость. Прекрасный аромат, стойкости шлейф у него достойный, я считаю, потому что примерно на мне он сидит где-то 7 часов и при этом я знаю, что он шлифит, потому что со стороны я его обоняла, такой аромат был у моей мамы, и вот когда со стороны я его слышала на ней, я понимала, что очень длинный диффузный шлейф, такой обволакивающий, пудровый, сливочный, лактонный, очень красивый аромат, ему цвет флакона и оформление идеально подходит, но в принципе это не что-то новое и про него уже, я думаю, все слышали и многие с ним знакомы, поэтому да, это очень интересно. Дальше, следующий аромат, который тоже я, кстати, носила не очень часто в ноябре, это франк-бакле ваниль, мне он очень нравится, радует меня тот факт, что все-таки аромат немножечко поднастоялся, потому что сейчас стойкость стала получше, чем это было в прошлом году, в прошлом году носила, ну вот примерно два-два с половиной часа, и как-то так он сидел достаточно интимно, скромно, не хотел шлифить, не хотел, чтобы окружающего как-то на мне ощущали, но я так воспринимала его во всяком случае, сейчас мне кажется, он более диффузным стал, это, конечно, аромат про ваниль, про карамельные ноты, про пикантность имбиря и кардамона, про лайм, как будто бы лайм в карамели, присыпанный ванилью и присыпанный вот этими пряностями, очень красивый аромат, мне он безумно нравится, напоминает какой-то цитрусовый десерт, присыпанный сахарной ванильной пудрой, вот что-то такое воздушное, гурманское, интересное, немножечко пикантное за счет кардамона и имбиря, и для меня он не переслащенный, в нем и ваниль очень хорошо слышится, такая немножечко кремовая ваниль, и хорошо в нем слышатся, конечно же, карамельные ноты, но при этом это все звучит так сбалансировано, не пересладко, не липко, не утомительно как-то, поэтому очень нравится, люблю и рада, что он все-таки настаивается, цвет жидкости просто невероятно такая темная, но в принципе мне плюс-минус такой и пришел, я не скажу, что он потемнел, но возможно, да, он немножечко еще потемнел за счет того, что ванили здесь много, но тем не менее, цвет жидкости очень необычный, мне нравится, и пожалуй, это вот один из ароматов пока что на данный момент от бренда Frank Buckley, который я хочу иметь в своей коллекции, потому что остальные ароматы, но вот как-то меня не зацепили, даже тот же аромат Frank Buckley кокаин, великий и ужасный, все-таки в оригинале там есть неприятные для меня ноты, не ужасающие, это неприятные именно ноты, я вам рассказывала, креолина, а вот что, кстати, касаемо аналога на Frank Buckley кокаин от Parfume de Paris, он у меня есть, вот там этих нот неприятных, лекарственных, антисептических, я не слышу, и я даже его повторила, я сейчас делала заказ и повторила именно в ряд CP de Paris, потому что мне нравится, во-первых, там и стойкость, тоже опять же феноменальная, аромат очень долго держится, и при этом нет неприятной ноты, вот что мне понравилось, дальше покажу вам два аромата от бренда Esprit, один из них, это моя новинка, аромат под названием Feel Good, вот такой миленький флакончик, здесь объем 20 мл, аромат на тему пудровой фиалки, нежный, немножечко влажный, плюс здесь есть ландыш, ландыш, конечно же, вот эту всю историю немножечко замыливает, придает аромату какой-то эффект чистоты, небольшой мыльности, при этом в аромате есть свежие зеленые акценты, мне он очень нравится, такой воздушный, пудровый, легкий, на весну, на лето идеальный вариант, сладость тоже какая-то присутствует, мне кажется, здесь есть в том числе ваниль, и еще один аромат от Esprit, уже, наверное, мой любимчик, это Simply You, аромат на мне, кстати, достаточно комплиментарный, почему-то всегда его на мне отмечает супруг, я понимаю, почему, потому что вот подобного рода ароматы, они нравятся многим, а именно, этот аромат в направлении, вот как по мне, конечно, не один в один, это не клон, но, по крайней мере, одно направление и общее настроение с ароматом Lacoste Profile, и что-то даже немножечко есть, вот лично для меня, от Roussardy My Name, здесь вообще в аромате Simply You сирень не заявлено, но я ее как будто бы слышу, такую нежную, воздушную, влажную, немножечко припудренную сирень, я слышу в нем какие-то свежие ноты, я слышу в нем деликатную сладость, в общем, это невероятная красота, пудровый, цветочный, деликатный, красивый аромат, также аромат, которым я пользуюсь дома, когда мне хочется чего-то вкусного, гурманского, такого пушистого, воздушного, это Faberlic Murmur, мне тут недавно дочка стянула помпон с флакона, причем флакон оставила на туалетном столике стоять также дальше, а помпон унесла, ну бог с ним, ладно, я, кстати, смотрю на новинку в черном флаконе из этой же линейки, по-моему, он называется Murmur Noir, тоже присматриваюсь, наверное, стоит его заказать, хотя я давным-давно не делала заказы Faberlic, даже уже не помню, как это делать, но все-таки новинку мне эту хочется также в коллекцию, по поводу Murmur, для меня это ириски в белом шоколаде, которые присыпали сахарной ванильной пудрой, присыпали немножечко кокосовой стружкой, такой именно кондитерской из пакетика, ну и вот получилось то, что получилось, он такой пудровый, он шоколадный, он сладкий, он ванильный, приятный, воздушный, такой аромат, действительно, как уютные пушистые лапки котенка, сладенький, вкусненький, я белый шоколад, наверное, в нем в первую очередь слышу, потом уже ириски, потом уже немножечко вот этого кокосового аспекта, ну как будто бы кокосовая стружка из пакетика для какой-то выпечки, в общем-то, приятный, иногда им даст удовольствием пользу. Еще, кстати, что касаемо сетевой парфюмерии, я использовала Черрич The Moment, это компания Avon, давным-давно не пользовалась данным ароматом, в принципе, как-то я к нему особой любви не испытывала никогда, в принципе, мне всегда нравился очень классический Черрич, и долгое время, наверное, сколько там, 8-9 лет тому назад, для меня классический Черрич был чуть ли не моим парфюмерным я, сейчас тоже я и классическим Черрич уже давным-давно не пользовалась, хотя он всегда в моем сердце, в моей душе, и всегда у меня должен быть флакончик на полочке. По поводу Черрич The Moment, здесь есть и лист черной смородины, здесь и шампанское, шампанское, кстати, в аромате действительно слышится, особенно на старте есть такие искристые, игристые ноты, именно шампанского, плюс здесь орхидея, какие-то еще нежные, мне кажется, белые цветы присутствуют, возможно, даже есть ландыш, и, кстати, в базе, по-моему, пачули заявлены, вот пачули, они не то, чтобы здесь какие-то ясвенные, они аромату просто немножечко придают свежести, какой-то зеленой нотке, немножечко такой колкой ноты, ну, пачули здесь достаточно, на мой взгляд, свежие, зеленые и хрустящие, приятный в целом аромат, не знаю, почему я им так редко пользуюсь, наверное, потому что у меня ароматов много, и потому что есть более интересные для меня композиции, но, тем не менее, через the moment тоже имеет место быть в коллекции, хочу немножечко попользоваться им почаще, наверное, чтобы аромат не простаивал, впоследствии я повторять его не буду, не буду повторять, хотя вот сейчас вдыхаю, действительно, он неплох, буквально там пару-тройку раз я им тоже в ноябре воспользовалась, и на этом все, вот, ну, приятный, приятный товарищ, давайте, немножечко вот так подвинемся, дальше, следующее, что я вам покажу, осталось у меня здесь совсем-совсем немножечко, так, два аромата инфес, один из них это аромат по мотивам грити, это туту-бланк, прекрасный аромат, сейчас он настоялся, кстати, мускуса в нем стало больше, сейчас тоже я его немножечко распалю, вообще, для меня это такой, как будто бы ягодный зефир воздушный, присыпанный сахарной ванильной пудрой, и, соответственно, все это как-то сочетается с мускусом, есть какие-то в нем сливочные нюансы, какие-то сливочно-кремовые такие нюансы, вот по типу действительно либо воздушного зефира, либо маршмеллоу в сахарной пудре, вот чего-то такого, приятный аромат, позитивный, достаточно обволакивающий, пушистый, уютный, не вечерний, не томный, я таким назвать его не могу, он просто именно такой очень уютный, пушистый и какой-то добрый, ну вот что-то такое вкусно-гурманское, знаете, в этом направлении для меня, буду ли впоследствии повторять, не знаю, кстати, не знаю, и второй, получается, аромат, который я носила не часто в ноябре, также от инфес, не помню аналог на какой это бренд, называется он героиня, по-моему, или героин, но по-моему, правильно героиня, потому что меня как-то в комментариях поправляли, что правильно говорить героиня, в общем, данный аромат меня вообще не зацепил, и повторять я его 100% не буду, в принципе, я и говорила о нем, когда только-только получила, вот для меня это что-то такое пудрово-сладкое, какое-то пудровое сладкое облако, я ничего не могу в нем понять, чем-то мне он напоминает аромат Бритни Спирс Фэнтези, в таком розовом шарике, тот аромат у меня когда-то был, я его продала, потому что, ну вот, он меня жутко бесил, он меня жутко раздражал почему-то, я знаю, что он многим нравится, но вот эта композиция мне не подошла, хотя я люблю сладкий аромат, особенно на тему шоколада, там шоколад как раз-таки был, но вот тот не могла вынести, и вот этот аромат героиня тоже мне напоминает Бритни Спирс Фэнтези, тоже в нем есть какая-то для меня такая тошнотворная нота, которая меня душит, то есть в целом вот сейчас с блотера я его вдыхаю, мне он нравится, но на себе, к сожалению, мне эта композиция не очень нравится, как именно звучит он на мне, он меня поддушивает, поэтому, конечно, тоже я его повторять не буду, но вот так вот с блотера вдыхаю и приятно, такой пудровый, какой-то древесный, сладкий аромат, ванильный, но на себе нет, к сожалению, в общем-то тоже его поносила, наверное, один-два раза, не знаю, когда в следующий раз буду им пользоваться, возможно, я его просто подарю, возможно, кому-нибудь отдам, дальше я вам покажу три аромата, наверное, давайте от Parfum de Paris, который носила в ноябре, один из них, который даже у меня есть в дубле, объемом 50 мл, здесь 30-ка, пластик, это аромат по мотивам и в Saint Laurent Libre, мечтаю об оригинале, очень мне хочется оригинальный флакончик, хотя бы 30-ку, мне этого было бы достаточно, потому что, на мой взгляд, аромат какой-то такой торжественный, по какому-то случаю определенному, то есть, я его не смогла бы нанести и побежать в магазин за хлебом, то есть, какой-то нужен повод определенный под данную композицию, но, пока на данный момент у меня есть аналог от de Paris, и, в принципе, как по мне, действительно, они похожи, но понятное дело, что это не оригинал, и здесь все более скромнее, но при этом у него неплохие технические характеристики, он действительно достаточно стойкий, он шлейфовый, он объемный, с ним можно переборщить, здесь нужна умеренная дозировка, но я так люблю его использовать на ночь, он какой-то такой уютный, но при этом он колкий, фужерный, здесь лаванда, конечно, невероятной красоты, здесь красивые белые цветы, но вот это сочетание лаванды и белые цветы, мне кажется, здесь еще есть ваниль, подчулик, скорее всего, тоже присутствует, я не помню про миду, но вот, наверное, по большей степени я слышу связку именно сухой стручковой ванили, лаванды, белых цветов и, конечно же, подчулик, древесные ноты тоже какие-то прослеживаются, в целом, неплохая такая альтернатива в какой-то мере более бюджетного такого аромата и в Сен-Лоран Либре, но всегда хочется иметь оригинал в коллекции, конечно, я надеюсь, что когда-нибудь у меня появится хотя бы небольшой флакончик и в Сен-Лоран Либре, эту композицию, ну, чуть ли не шедевром, но пока буду удовольствоваться вот этим вариантом. Вот так, кстати, много я уже использовала, здесь буквально 2-3 распыления, этого достаточно. Также от Parfum de Paris у меня был еще в использовании аромат по мотиву Victoria's Secret Tee's Candy Noir, здесь уже объем 15 мл. Вот мне нравится этот формат в качестве, чтобы распробовать, просто протестировать аромат, разносить его на коже, потом понять, в будущем стоит вообще заказывать больше объема или нет, потому что можно все-таки прогадать и ошибиться. Поэтому вот сейчас в последнее время мне нравится больше вот такой формат 15 мл. По поводу аромата, для меня он достаточно проходной, не могу сказать, что он меня сильно зацепил, знаете, такой а-ля аромат на тему сексуальных, томных, каких-то вечерних композиций, потому что он довольно-таки сладкий, действительно, какой-то такой он томный, вечерний, сексуальный в какой-то мере аромат, но при этом достаточно банально звучит, подобного направления много ароматов, скажу так, и, наверное, я бы его не повторила, но звучит он неплохо, звучит он действительно достойно, у него красивая чистая база, то есть именно в плане самой сборки данного бренда, бренда De Paris, у меня претензий нет. Я с оригиналом не знакома, конечно, поэтому я не могу сравнить, насколько данный аромат похож на оригинал, но вот именно как самостоятельную композицию я ее могу оценить. Пирамиды скромные, в пирамиде всего там три ноты, это малина, ирис и, по-моему, бобы тонка. Я не слышу здесь именно какой-то свежей, сочной малины, именно свежей ягоды, а для меня, наверное, это больше малиновое какое-то варенье, которое присыпали сахарной пудрой, все это плюс сочетается, конечно же, с бобами тонка, которые аромату придают какой-то большей глубины, теплоты, томности, небольшой какой-то даже пряности. В общем-то, неплохо. Неплохо в целом, но повторюсь, что особо меня не зацепило. Дальше. Получается, третий аромат от Parfum de Paris это по мотивам Paco Rabanne Olympia. Кстати, действительно, очень похож на оригинал. Имея в коллекции оригинал, я могу их сравнить. Это действительно очень похоже. И тоже неплохо сделан аромат. Технические характеристики, кстати, неплохие на мне. Он держится примерно где-то 4,5 часа. Я считаю, это неплохо. Вот его бы я повторила в большем объеме, несмотря на то, что у меня есть оригинал. Но иногда вот чем-то таким мне хочется пользоваться дома. Потому что ароматы бюджетные, можно их не экономить. И когда хочется дома вот чего-то такого в таком направлении, то я могу спокойно облиться ароматами de Paris. И их не экономить, не жалеть, потому что это такое баловство. Просто дома нанес, побалдел и все, и успокоился. Поэтому я бы его повторила, но, к сожалению, по-моему, на сайте сейчас он отсутствует в наличии. Поэтому, к сожалению, больше объем пока не удастся заказать. Но, тем не менее, сделан он неплохо. Ваниль, соль, белые цветы, все как положено. Красиво сделан, неплохо сделан, скажем так. И база у него чистая, приятная, нет никаких для меня лично грязных отталкивающих нот. По крайней мере, на моей коже так он себя ведет. А там уже, конечно, наверное, все зависит от кожи. Дальше покажу три аромата сайт Рендву. Это их фирменные миниатюры по 8 миллилитров. Собственно, все мы с вами их знаем. Это Дискварит Редвуд. Одно время я хотела полноразмер, но сейчас понимаю, что нет, нет. Для меня он все-таки скучноват. Да, приятно, свежо, на лето самое то, для дома тоже отлично, но все-таки нет. Не дотягивает он, наверное, до того, чтобы заказать флакон. Для меня это какой-то такой приятный как будто бы шампунь. Это какой-то клюквенный морс, либо это какой-то шампунь именно с такой мягкой, свежей, красной ягодной отдушкой. То есть я в нем, безусловно, слышу свежие шампунистые ноты, либо какой-то охлажденный, прохладный, свежий клюквенный морс, даже с каким-то аспектом мягких зеленых нот. Приятный, свежий, просто такая поливашка, скажем так. Аромат в какой-то мере на тему чистоты, потому что, повторюсь, есть в нем какие-то такие шампунистые ноты. Как будто бы я просто помыла волосы шампунем с такой клюквенной отдушкой, высушила и пошла такая вся воздушная чистая гулять в каком-то легком летящем платье в дикую летнюю знойную жару, скажем так, в солнечную по крайней мере точно погоду летнюю, но нет, нет, не буду я его покупать в большем объеме. Мне нравится в основном, конечно, им пользоваться в качестве домашнего аромата после душа, продлить вот это ощущение чистого тела, да, самое то. Еще в миниатюре у меня был в использовании аромат Лалик Солейл, достаточно приятный, хотя изначально, когда я его только заказала вот в этой миниатюре, у меня как-то с ним было 50 на 50, серединка на половинку, но поносив чаще, я поняла, что как будто бы флакон даже хочу, но пока нет, не буду я флакон, конечно, покупать, доношу вот эту миниатюру, потом приму решение. Он приятный, он очень приятный, я в нем слышу на старте сладкий апельсин, сочный, скристый, звонкий, даже как будто бы с веточками, с листочками этот апельсин, плюс мне в нем слышится миндальная какая-то стружка, либо миндальная пудра, вот что-то такое, плюс в аромате есть минимальные лактонные аспекты, я всегда удивлялась, где же здесь лактонность, но иногда эта лактонность слышится, но она настолько мягкая, она вот просто позади других нот, позади апельсина, позади миндаля, цветение миндаля, собственно, здесь, по-моему, тоже цветок миндаля заявлен в парамиде, кофе тоже иногда мимолетное, я в нем стала улавливать, хотя изначально тоже кофейных нот я не слышала, но сейчас кофе иногда в нем просыпается, в общем, приятный, интересный, стойкость так себе, вот, наверное, даже по большей степени меня он не устраивает в плане технических характеристик, но хотя многие композиции от лалик, я не скажу, что на мне очень-очень стойкие, даже тот же аромат лалик сатин, который я очень люблю и купила себе полноразмерный флакон, все-таки тоже он хромает в плане технических характеристик, именно на мне, но я ему это прощаю за его звучание, за его прекрасное раскрытие на моей коже, поэтому бог с ним, что стойкость не очень, всегда можно обновить, но вот солил, приятный, но вот флакон, наверное, не нужен, так иногда побаловаться, вот что хорошо, на рандеву есть вот эти восьмерики, вот просто купить за небольшие деньги, побаловаться, распробовать, услышать и поносить на себе что-то новое, это очень здорово, просто браво, мне нравится, что на рандеву есть такой формат, и причем это не просто обычные отливанты, они все-таки с качественной завальцовкой, и ароматы здесь, наверное, будут парить с меньшей вероятностью, чем из обычных отливантов, потому что здесь более все прочно, но они, наверное, тоже, конечно, парят из-за этих отливантов все-таки, но не так быстро, и последний аромат, который я носила в миниатюре, это Монталь Арабиан Стонка, ну, он, конечно, произвел небольшой такой фурор в ноябре, я его брала с собой в поездку, в начале ноября мы всей семьей ездили к родственникам мужа в гости, там и родители у него живут, и две сестры старшие, живу далеко, в Ставропольском крае, город Невиномыск, поэтому, конечно, была очень длинная дорога у нас, по поводу Монталь Арабиан Стонка, я его взяла с собой, и там решилась, осмелилась его нанести, вот захотелось мне взять что-то такое экстравагантное, вызывающий аромат из серии подколеночки, потому что он очень громкий, диффузный, и, в общем-то, я его распылила, останавливались мы у сестры моего мужа, и когда я его там нанесла, сначала он подошел, сказал, боже мой, а чем в коридоре так пахнет, как будто бы дихлофосом, я молчу, да, соответственно, я думаю, что муж сразу понял, что это мой аромат, потом у него сестра тоже подошла, такая, значит, принюхивается, говорит, ой, да, пахнет каким-то дихлофосом, и, в общем-то, вдвоем смотрит на меня, понимая, что это мой аромат, говорят, Вера, не очень приятно, в общем-то, зачем-то на себя это нанесла, потом мы поехали после этого в гости к старшей сестре моего мужа все вместе, и она там сказала еще, ой, блин, вот этот аромат, который сейчас все носят, прям терпеть его не могу, кто им набрызгался, то есть, она именно в такой посредственной форме сказала, вот этот аромат, которым сейчас все пользуются, то есть, намек и отсыл, наверное, шел к Бакаре, но это же не Бакара, то есть, она услышала какой-то такой немного схожий кусочек с Бакарой и сказала, вот этот аромат, которым сейчас все поливаются, то есть, в принципе, для обычного человека, для обычного пользователя это, наверное, что-то странное, непонятное, я не скажу, что на себя много нанесла, я сделала буквально два распыления, но при этом стойкости шлейф невероятные, он очень громкий, он очень диффузный, и я, конечно, поняла, что им пользоваться только по особому случаю, и, наверное, только, возможно, вечером, на прохладу, зимой, не в какое-то закрытое помещение, маленькое, а на улицу куда-то, либо в открытое такое просторное помещение, где окружающих людей этим ароматом я не буду душить, в общем, это направление многие не понимают, не понимают, фукают, я не скажу, что я от него в восторге, я не скажу, что я хочу флакон, но для меня это звучит интересно, и так как уже, видимо, я попробовала огромное количество разных ароматов, и вот таким звучанием, наверное, меня уже просто-напросто не удивить, поэтому я это воспринимаю достаточно спокойно, что это что-то интересное, что это что-то необычное, а вот окружающие, обычные люди, которые особо ароматами-то не пользуются, там, что у старшей сестры, наверное, парочку ароматов, что у средней сестры тоже примерно плюс-минус так же, то есть они особо не увлечены парфюмерией, то для них это, конечно, что-то странное, и видите, какое сравнение именно отсыл к Бакаре шел, потому что в нем есть вот эти шистые ноты, да, и немножечко есть такой отсыл, но это не Бакара все-таки, этот аромат, на мой взгляд, более тяжелый, более пронзительный, здесь плюс ко всему еще и удовые ноты присутствуют, и бобы тонка, то есть это все настолько ярко, настолько громко, действительно аромат из серии подколеночки, но при этом мне он очень нравится, иногда вот так одно-два распыления, на мороз выйти, понаслаждаться очень даже, но флакон, конечно, покупать я не буду, нет, флакон мне не нужен, потому что я никогда его не использую, и осталось у меня буквально два аромата, также в миниатюрах, один из них это вот такая миниатюра, здесь ручка объемом 10 мл от Avon, это что у нас, Eve Duet Sensual, это единственная моя вот эта миниатюра, именно ароматы Eve Sensual, ну не знаю, меня он тоже особо не цепляет, какой-то он для меня колкий, такой взрослый, даже немножечко аромат, в общем, я им особо-то не пользуюсь, немножечко поносила его, буквально, наверное, один-два раза, и все, не знаю, я как-то особо не понимаю эту композицию, полный размер, конечно, мне не хочется, и последний аромат, это арабчик, вот Леванте, он у меня пока что, это Лотафа Эклер, хочу флакон, сейчас на Вайлберес смотрела, нет полноразмерных флаконов, только от Леванта продаются, вот, но все-таки хочется мне дождаться, надеюсь, что еще будет поставка флаконов, и по адекватной цене, надеюсь, что они цену не поднимут, поэтому, да, хочется флакончик, флакон еще такой интересный, конечно, ну, в духе арабской парфюмерии, все так ярко, красочно, это аромат для тех, кто любит сладкий, сладкий, липкий, гурманский аромат, и когда хочется чего-то такого, припудренно, карамельно-ванильного, для меня это как будто бы вообще какая-то горячая карамель, которую полили теплым молоком, то есть карамель объединили с молоком, все это присыпали сахарной, ванильной пудрой, то есть это действительно сладко, по-гурмански, немножечко припудренно, красивый аромат, карамельный, ванильный, Немного-немного лактонный. Я не помню, есть ли здесь молоко в пирамиде или нет. Но я вот чисто свои ощущения высказываю. По-моему, мед, кстати, в пирамиде заявлен. Но вот меда как такового я не слышу. Да, когда аромат дыхаешь, есть вот это ощущение. Такая, знаете, как будто бы объемность. Как будто бы тягучая какая-то медовость. Но я больше это идентифицирую как такая тягучая карамель. Вот как именно по консистенции напоминающая мед. Именно свежий мед, когда вот только его качают. Он не такой еще засахаренный, застывший. А когда он такой вот действительно тянется, как карамелька. Вот такая здесь карамель. Немножечко как будто бы теплого молока. Ванили много. Много сладкой, сахарной, ванильной пудры. В общем, приятно. На зиму самое то, чтобы согреться. Чтобы почувствовать себя вкусной какой-то карамелькой. Ну, такой аромат валаства, конечно, в какой-то мере. Но тем не менее, я такое люблю. Это гурманское направление. Мне всегда такое нравится. И аромат красиво на коже раскрывается. Он достаточно яркий. Я не скажу, что он не стойкий. Он, в принципе, достаточно стойкий. Примерно где-то, наверное, 5 часов на себе я его слышу. И мне кажется, он еще настоится. Мне кажется, что тут все-таки стойкость еще прибавится. В общем, жду появления полуразмерных флаконов на ВБ. Если, девочки, вы увидите его где-то, скиньте, пожалуйста, ссылочку. Дайте знать. Потому что я бы себе флакон заказала. В общем-то, на этом у меня все. Вот такой у меня был ароматный ноябрь. Заметьте, да. Мне кажется, меньшее количество флаконов все-таки было в ноябре, чем, допустим, в октябре. В сентябре там, конечно, очень-очень много было флаконов. Скорее всего, в декабре тоже будет много флаконов. Я уже это предчувствую, потому что и сейчас я уже достаточно много что поносила. В том числе дома. Потому что я вам и домашние ароматы показываю. Из-за этого кажется, что такая массовка и очень-очень много флаконов. Но потому что дома я тоже ароматами пользуюсь. И за день я могу поменять несколько ароматов. Особенно если это что-то нестойкое. Поэтому, конечно, я их периодически там обновляю, меняю ароматы. И вот, собственно, в декабре у меня уже предостаточно было, в том числе, каких-то домашних ароматов. Плюс ко всему ко мне едет посылка с ароматами Enfes. Тоже я думаю, что буду их в декабре разнашивать. Поэтому это тоже, соответственно, да, лишние флаконы, скажем так. Потом ко мне тоже едет небольшая посылка с ароматами Depori. Тоже нужно будет их разносить, снять обзор. Соответственно, все это нужно будет поносить. И не забывать пользоваться какими-то другими композициями, которыми я хочу пользоваться. Поэтому в декабре, девчонки, наверное, много что вам покажу. Но все-таки мне больше нравится, когда немного ароматов получается. Это, во-первых, и по времени меньше снимать, и видео не такое затянутое получается. Ну и, соответственно, все-таки большее количество ароматов можно поносить за месяц. Не просто там один-два раза этим воспользоваться, один раз тем воспользоваться. Все-таки большее количество уделить тем или иным ароматам. На этом я буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. И всем пока-пока. До новых встреч.